Американская корпорация Intel, основанная в 1968 году, известна как крупнейший производитель микропроцессоров. Она занимает три четверти мирового рынка. Чтобы сохранять лидерство, Intel постоянно внедряет новые технологии и продукты. Для их создания нужны сильные подразделения исследований и разработок по всему миру. Уже давно стало очевидно для руководства компании, что невозможно сосредоточить, в том числе, деятельность R&D, исследования и разработки только в пределах Соединенных Штатов. Самые крупные за пределами США подразделения Intel по исследованиям и разработкам расположены в России. Причина – репутация российских наук и образования. Бронт России, мы с вами знаем, далеко не по всем элементам является положительным, и ярким на международном арене. Но вот с точки зрения образовательной системы и с точки зрения научных школ, это, безусловно, наша сильная сторона. Свой первый российский офис Intel открыл в Москве в 1991-м. Поначалу это было небольшое подразделение маркетинга и продаж. Уже тогда корпорация рассматривала Россию как очень перспективный рынок. Intel, как и большинство компаний на рынке, обычно соразмеряет свои инвестиции с той отдачей, то есть с тем доходом, который может получить. И если брать Россию, в 90-е годы и начало 2000-х потенциал роста этого рынка громадный. В 1992 году компания начала сотрудничать с программистами из Центра ядерных исследований в Арзамасе-16 – Сарове. Элитные научные кадры, нацеленные на решение оборонных задач, после распада СССР оказались невостребованы. Поначалу Intel работала с ними на условиях разовых контрактов. Но в 2000-м году именно эти люди стали первыми штатными сотрудниками Центра исследований разработок в Нижнем Новгороде, куда, в отличие от Сарова, можно приехать иностранцам. Признается вообще рынком в целом, что российские программисты могут решить те проблемы, которые никто другой не может решить или могут решить за меньшие деньги или за меньшее время. Филиал в Нижнем Новгороде открылся весной 2000 года на волне высоких ожиданий относительно развития IT и интернет-компаний. Перед его руководством сразу же была поставлена задача увеличить штат вдвое. Найти нужное количество англоговорящих квалифицированных специалистов в Нижнем было непросто. Дошло до того, что в поисках сотрудников давали объявления и вывешивали растяжки на улицах. Источником кадров стал и Нижегородский университет имени Лобачевского ННГУ. Мы, естественно, брали людей, которых готовил университет. И для того, чтобы эти люди были уже к моменту выпуска подготовлены к работе в Интел, мы запустили различные программы. Они дали нам бесплатно самое лучшее в то время оборудование по тематике, чтобы мы на практике сделали и себя показали, и им помогли. Они принесли новый способ работать со студентами, которые сейчас унаследованы всеми ведущими фирмами здесь, а именно встречаться с ними на третьем курсе, приглашать их на практику или просто посмотреть компанию, летом поработать на четверть ставки или на полставки. Лучшим, кто понравился, они установили свою дополнительную стипендию. Интел сотрудничает со многими учебными заведениями мира и только в России с 10 вузами. Взаимодействие Американской корпорации и Нижегородского университета – пример того, что такое партнерство приносит взаимную выгоду. Научно-технический альянс – устойчивое объединение нескольких фирм между собой или с университетами, государственными лабораториями на основе соглашения о совместном проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок или модернизации продукции. Правда, вскоре после открытия и активного расширения штата пришлось сокращать количество ставок. Это произошло в 2001-м, когда наступил кризис доткомов. Чтобы избежать увольнений ценных сотрудников, нужно было доказывать руководству корпорации в США, что деятельность Нижегородского филиала помогает достичь реальных результатов на рынке. Одним из таких примеров стал проект, связанный с созданием математических библиотек, которые, в частности, используются для вычисления производительности процессора. Этот показатель, производительность процессора, является одним из базовых при выводе нового продукта на рынок. В железе никаких изменений не происходит. При этом Intel может показать, что производительность процессора увеличилась на 10%, на 15%, на 20%. И, на самом деле, если сравнить, скажем, что нужно было бы сделать, чтобы сделать изменения в самом процессоре, в железе, стоимость этих изменений, чтобы поднять производительность на 20%, это было бы в разы больше, чем если поднять производительность процессора за счет оптимизации программного обеспечения. Тяжелые времена прошли, и IT-компания быстро оправилась от кризиса. Сегодня Нижегородский центр исследований и разработок Intel стал самым большим в России. В нем работает около 600 человек, 350 из которых – инженеры. Здесь занимаются исследованиями в области высокопроизводительных вычислений, создают программное обеспечение, тестируют новые продукты и осуществляют поддержку компаний, внедряющих в производство продукцию корпорации. Такие стандарты, как 802.11, стандарт Wi-Fi, во многом был принят как международный стандарт, благодаря усилиям группы, которые находятся здесь. Есть подразделения, которые занимаются исследованиями в области физики твердого тела, полупроводников. Кроме того, Нижегородский центр является еще и так называемым хабом, то есть узловым центром поддержки. Процессионные деятельности Intel в России, в других странах СНГ и в некоторых странах Европы. В офисе компании созданы максимально комфортные условия не только для творчества, но и для отдыха. 2010 год Intel закончил с рекордным для компании оборотом в размере 43,6 миллиарда долларов. Корпорация не раскрывает финансовых показателей по отдельным странам, поэтому сложно оценить, какую долю дохода приносят разработанные в России программные продукты. Российское подразделение, скорее, оценивается по так называемому количеству релизов, и косвенно о его успешности можно судить по тому, как растут проекты, которые в основном производятся здесь, в Нижнем Новгороде. Например, Intel Parallel Studio – программа для оптимизации программного кода, уникальный инструмент для разработчиков программного обеспечения, продающийся по всему миру. Чтобы объяснить, что это за продукт, я обычно провожу аналогию с автомобильной промышленностью, где есть сборка автомобилей или разработка автомобилей, а есть разработка тех станков, роботов, инструментов, которые будут работать на конвейере. Так вот, продукт Parallel Studio – это как раз те инструменты, которые здесь и сегодня создаются нашими программистами-разработчиками, для того, чтобы завтра этот продукт по всему миру использовался теми программистами, которые послезавтра поставят на рынок те продукты, которыми мы с вами будем пользоваться. Вычислительная техника и программное обеспечение стремительно развиваются год от года. То, что еще недавно было на пике прогресса, сейчас уже хранится на полках в уникальном музее ННГУ. Возможно, если бы такими же темпами двигались и другие технологии, наша жизнь выглядела бы совсем иначе. Винчестер Обратите внимание, в Винчестер, устройство для хранения данных, 1982 год. Вот какой размер, и это всего лишь 4-8 мегабайта памяти. А в наше время, знакомая всем флешка, это уже 32 гигабайта памяти. Это примерно 15 тысяч раз больше, чем этот огромный Винчестер. Если бы такими же темпами развивалась автомобильная промышленность, то мы бы сейчас имели машины, которые бы весили 200 грамм, которые бы стоили несколько рублей, они бы были одноразовыми. Проехал, бросил, потому что хранить было бы невыгодно. В тяжелые времена Intel помог университету, поставляя оборудование. Потом экономическая ситуация изменилась к лучшему, и новые системы покупали уже на бюджетные деньги. Теперь в ННГУ находится мощный многопроцессорный кластер. Однако, чтобы использовать столь сложную вычислительную технику, нужно обладать соответствующими компетенциями. Нужны не просто программисты, которые умеют писать код. Нужны математики, способные создавать принципиально новые алгоритмы. Крупный университет не может быть в вакууме. Учить надо, понятно чему, студентов, и понятно для кого. Для того, современные технологии обновляются каждые пять лет. Сразу подразумевается, что на первом курсе нельзя сказать, чему мы точно должны научить студентов, как быть. Единственный выход из этого – сделать таким образом, чтобы на старших курсах наши студенты могли доучиваться тому, что им нужно будет в будущей специальности. Где? А вот на этих самых, в тех самых местах, с которыми мы работаем с крупными компаниями. Для качественной подготовки студентов при поддержке Intel в ННГУ открыт Центр компетенции по программному обеспечению и две лаборатории – физических основ и технологии беспроводной связи и IT-лаб, специализирующиеся на параллельных вычислениях. Стажером в них может стать студент, прошедший отборочный конкурс, сравнимый по жесткости со вступительными экзаменами. Студенты с самых ранних лет, с самых ранних курсов имеют доступ к самому современному оборудованию, включая еще не вышедшие на рынок самые современные образцы вычислительной техники, которые в будущем будут применяться в реальной жизни. В результате эти студенты, получив существенную практическую подготовку и опыт, становятся очень востребованными на рынке труда. Выпускники и факультеты вычислительной математики и кибернетики, и радиофизического факультета ННГУ стараются попасть на работу в Intel. Но в корпорации строгая система отбора, и в конкурсе около 10 человек на место выигрывают лишь лучшие. Это так же точно, как, наверное, российские, не знаю, траектористы, они совершенно разные, и хоккеисты, и математики, точно так же и программисты разные. Преимущество надо доказывать, на самом деле, каждый день, уже, по крайней мере, каждый год. Работа в таких компаниях, как Intel, она дает прекрасный шанс российским программистам доказать свою состоятельность. Для чего же тогда международная корпорация, казалось бы, прежде всего заинтересованная в коммерческом успехе своей деятельности, инвестирует огромные финансовые и человеческие ресурсы в образовательные учреждения в другой стране? Широко известная Кремниевая долина в Соединенных Штатах, она, на самом деле, в существенной степени на ее возникновение повлиял Стэнфордский университет, который находится в этой самой долине. И огромное количество компаний, которые сейчас широко известны, и бренды, которые известны по всему миру, они, на самом деле, выходцы из Стэнфордского университета. И эта модель, поскольку она столь успешная, поскольку Intel одна из компаний с Кремниевой долиной, мы, безусловно, стараемся реализовать по всему миру тоже. Для того, чтобы быть успешным, нам необходим поток, если угодно, людей, идей, которые ассоциированы с этими людьми, которые, значит, приходят к нам извне. Конечно, и в самом центре R&D сменяется состав сотрудников. Те, кто уходит из Intel, как правило, создают собственный бизнес, становятся экспертами. Сотрудников Intel все больше и больше в тех проектах, которые к нам приходят. И они не только там выступают инженерами, но они выступают уже руководителями команды, руководителями компаний. И они уже видят не только, как создать какую-то техническую вещь, они уже видят, как выходить на рынок. Этот опыт они получили в Intel. И университетские преподаватели, и менеджмент корпорации Intel в один голос говорят о том, что они не могут существовать в вакууме. Для успешного развития и движения вперед необходимо взаимодействие и сотрудничество. Вместе они создают экосистему. Ведь сегодняшние студенты, даже те, кто никогда не будут работать в Intel или не будут заниматься исследованием в интересах корпорации в университете, в своей будущей работе будут внедрять новейшие технологии и двигать мир к прогрессу.